Всем привет, друзья! Последняя среда месяца. Значит, это космосправочная. Одна из ваших самых любимых регулярных рубрик на канале Альфа Центавра. В её рамках мы отвечаем на ваши вопросы о космонавтике и астрономии. Внесу немножко конкретики. Мы — это я, Павел Поцелуев, а также Михаил Иванов и Андрей Шершнёв. Озвучили ответы для вас «Мы с Михаилом». А это значит со мной, да. А вопросы по традиции любезно озвучил Сергей Лукин. Ну, а это я. Как всегда, в первую очередь мы отвечаем на вопросы спонсоров и патронов проекта. Об этом чуть детальнее расскажем в конце выпуска, но вы тоже всегда можете что-нибудь спросить в комментариях под видео. Главное — не забудьте поставить хэштег «вопрос», вот прям как на экране. Потому что предварительный отбор комментариев идёт именно по хэштегу. Нам так гораздо удобнее. Фух, с подготовительной частью закончили, давайте и к самим ответам переходить. Приятного просмотра! Сергей Утальцов спрашивает, какая самая долгоживущая автоматическая станция в российской или советской космической программе? Разумеется, подразумевается хотя бы минимальная функциональность — ответы на радиосигналы, а то и научная информация. Для ответа на ваш вопрос мы обратились к экспертному сообществу. Наша коллега Катя Мышка составила таблицу со списком советских и российских долгоживущих автоматических станций. Согласно ей, самым долгоживущим был телескоп «Радио Астрон», который запустили в 2011 году и активно он проработал до 2016-го. А в 2019-м был потерян сигнал. Следом идёт российско-германский телескоп «Спектр рентген-гамма», который работает уже 28 месяцев. А далее уже советские миссии «Вега-2», «Вега-1» и «Венера-16», проработавшие соответственно 27, 25 и 20 месяцев. Ссылку на табличку я оставлю в описании. Спрашивает Юлий Троупянский. По каким траекториям планируются полёты к Луне по программе «Артемида»? Запуски пилотируемых кораблей «Орион» по программе «Артемида» планируется проводить со стартового комплекса LC-39, расположенного на территории космического центра «Кеннеди». После вывода на орбиту Земли корабль переводится на траекторию транслунного перехода с возможностью перехода на траекторию свободного возврата к Земле в случае возникновения нештатной ситуации. Облетев Луну, корабль должен выйти на высокоэллиптическую полярную орбиту Луны для стыковки в опоселении с лунной орбитальной станцией. Планируется посадка лунного лендера с астронавтами на поверхность Луны и возвращение их потом на орбитальную станцию. С Земли на станцию корабль «Орион» сможет добраться за пять суток, возвращение на Землю занимает столько же времени. Продолжительность первой пробной миссии «Артемида-1» составит около трёх недель в космосе, включая шесть дней на ретроградной орбите Луны. Примечательной является орбита лунной орбитальной станции Lunar Gateway. Особенностью Луны являются её значительные размеры и масса, в результате чего она имеет сферу притяжения, сравнимую по размерам со сферой Хилла. Это значит, что Луна может удерживать спутники вплоть до ближайших точек либрации. Лунная орбитальная станция будет располагаться на близкой к прямолинейной галлоорбите около Луны. Эта орбита по форме напоминает обычную высокоэллиптическую, почти полярную орбиту, только расстояние от Луны до её опоселения на несколько тысяч километров превышает расстояние от Луны до точки Лагранжа Л2. По сути, она является разновидностью галлоорбиты, которая полностью огибает Луну с переселением в три тысячи километров над северным полюсом Луны. Таким образом, минимальное расстояние от поверхности Луны составит около трёх тысяч километров над северным полюсом, а максимальное — около семидесяти тысяч над южным. Высокий апоцентр позволяет изменять плоскость орбиты станций и космических кораблей с минимальным расходом топлива. Станция будет делать один оборот вокруг Луны в течение приблизительно семи дней. С неё одновременно могут быть видны как Земля, так и южный полюс Луны. Скит Дерс спрашивает. Что случится в случае попадания небольшого метеорита в жилую часть модуля МКС? Или если в модуле заря разойдутся трещины? Сколько у космонавтов останется времени на то, чтобы перейти в капсулу и задраить люк? Подобное может случиться при попадании в МКС объекта размером от 1 до 10 сантиметров. Объекты большего размера отслеживают, а при необходимости проводят манёвры уклонения, а всё, что меньше одного сантиметра, не нанесёт серьёзного ущерба. Всего в опасном диапазоне вокруг Земли вращается около 725 тысяч объектов. Итак, предположим, что шар диаметром 2 сантиметра вырезается в станцию. Он пробьёт все многослойные щиты, возникнет вспышка света из-за высокой кинетической энергии, которой обладает двухсантиметровый объект. В результате преобразования её в тепловую. Затем обитатели станции услышат акустический удар. Возможно, какие-то обломки корпуса начнут гореть в атмосфере пострадавшего модуля МКС. Также через пробитое отверстие воздух начнёт активно покидать станцию, в результате падения давления выпадет туман. Если отверстие из-за попадания объекта будет очень большим, то модуль гипотетически может разорвать на части, но вероятность этого небольшая. Всё это я рассказал, чтобы было понятно, в каких условиях придётся действовать экипажу. Поэтому ещё до полёта сотрудники самой большой орбитальной лаборатории учатся действовать в случае аварийной разгерметизации и отрабатывают все шаги почти до автоматизма. Весь опыт пилотированных полётов на орбитальных станциях принёс всего один случай разгерметизации, которая правда была вызвана столкновением корабля Прогресс со станцией МИР. Тогда пришлось несколько минут перерезать кабель, идущий в модуль Спектр, чтобы закрыть люк и изолировать его. Поэтому на МКС, если какие-то кабели и трубопроводы проложены через люки, то в конструкцию заложена возможность быстрого рассоединения, чтобы люки можно было закрыть за несколько секунд. После закрытия люков по приборам можно определить, в каких модулях давление перестало падать, а где нет. Таким образом выявляют местоположение отверстия и решают, сколько времени есть на устранение утечки воздуха, или же нужно в срочном порядке покидать станцию на тех космических кораблях, на которых экипаж прилетел на МКС. Если вдруг удастся создать варп-двигатель, как быть с обнаружением препятствий? Чтобы не врезаться в звезду, планету или что-то поменьше? Какой будет энергия столкновения? Ведь корабль в пузыре не двигается? Это занятный вопрос, ответить на который, как и на любой вопрос о гипотетических варп-двигателях, очень сложно. Даже фантастам пришлось придумывать различные хитрости. Например, в Стартрек проблема столкновений решалась навигаторами, которые изначально прокладывали путь таким образом, чтобы не столкнуться с различными объектами. Также они придумали систему экстренного торможения, которая позволяла резко остановиться, если на маршруте возникал опасный для столкновения объект. Если говорить о реальном мире, энергия столкновения будет достаточно высокой, чтобы разрушить корабль. Ведь по сути объект, с которым сталкивается наш варп-путешественник, будет затянут в пузырь на огромной скорости. И уже внутри пузыря столкнётся с кораблём. Но, вообще, я вынужден кое в чём признаться. Я не очень люблю подобные вопросы, потому что не хочу теоретизировать. Особенно в той области, которая сама по себе является гипотетической и где у меня нет возможности посоветоваться с экспертами. Уж простите. Спрашивает Сергей Кабашнюк. В чём состоит техническая или экономическая сложность дозаправки на орбите? Почему для дальних перелётов используют тяжёлые или сверхтяжёлые ракеты вместо нескольких стартов и дозаправки на околоземной орбите? Для полётов в дальний космос используются ракеты тяжёлого и сверхтяжёлого классов, потому что орбитальная заправка не даёт экономии топлива, а общая стоимость миссии и риски возрастают в связи с увеличивающейся технической сложностью реализации проекта. Для орбитальной заправки требуется вывод на орбиту корабля-топливозаправщика, собственно, с топливом. Стоимость изготовления такого танкера и его вывод на орбиту обойдётся дороже, чем простое увеличение размеров баков и подбор более мощных двигателей для ракеты, стартующей с Земли в дальний космос. Поэтому такое техническое решение целесообразно при наличии полностью многоразовых ракет-топливозаправщиков или как вынужденная мера при отсутствии одноразовой ракеты-носителя соответствующего класса, когда масса космического корабля превышает максимальную массу полезной нагрузки, выводимой одноразовой ракетой-носителем. Реальной экономией топлива для запуска ракет можно добиться при использовании, например, ядерного буксира. Хотя сейчас у нас нет ни того, ни другого, подождём реализации проекта Starship и посмотрим, насколько экономными получатся его полёты в несколько стартов. Спрашивает Neopithecus. Почему при гравитационном линзировании иногда получается несколько изображений одного объекта, как здесь, например, а не одно, растянутое в кольцо? И почему их получается именно четыре и именно в тех направлениях, что мы видим? Как это часто бывает, научный термин при первом знакомстве вводят в заблуждение из-за сходств с привычными нам понятиями. Линза, в нашем представлении, это доведённый до идеала объект, неровности на котором не видны невооружённым взглядом и не влияют на оптические свойства. Одинаковые объекты мы увидим через группу оптических линз. С гравитационными линзами всё не так идеально. Эффект возникает, когда объект большой массы, например, скопления галактик, своей гравитацией искривляет пространство-время, заставляя свет проходить по искривлённым траекториям. Как вы понимаете, вещество в галактическом скоплении распределено весьма неравномерно, поэтому если продолжать аналогию с оптической деталью, то линза гравитационная очень и очень бугристая, сложной, неправильной формы. Разные галактические скопления по-разному искривляют пространство-время, поэтому результирующий эффект проявляется неодинаково. Скажу даже, что путь различных пучков света, испущенных одним объектом, находящимся с нашей точки зрения за гравитационной линзой, может быть разным. Поэтому мы можем увидеть вспышку сверхновой в далёкой-далёкой галактике не только несколько раз, но и в разное время. Например, галактическое скопление под названием, которое вы сейчас видите на экране, исказило свет от сверхновой с вот таким названием, который в свою очередь попал в телескоп Хаббл в 2016 году, представ в виде трёх ярких одинаковых точек, а в 2019 их уже не было. При этом изучение галактического скопления позволило сделать предсказание, что в 2037 году мы снова увидим эту же самую вспышку сверхновой, но немного в другом месте. Спрашивает Who are you? Какая сейчас стоимость запуска своего Кубсата и какие требования? Спасибо! Одноюнитный Кубсат сейчас имеет массу около 1 килограмма. Если спутник вы уже создали, вам необходимо найти рейс, на котором он будет запущен. Из самых выгодных опций есть Rocket Lab Electron, чей запуск стоит около 7 миллионов долларов. В пересчёте на массу это около 22 тысяч долларов за килограмм. Есть Falcon 9, где запуск одного килограмма обойдётся в 2-3 тысячи долларов, однако это если мы говорим о чистой массе, которую ракета выплюнет на самой простой низкой орбите. На деле же есть куча других факторов. Страховка, которую правда покупают не все, конкретная орбита, на которую необходимо вывести спутник, сколько пустого места останется, то есть насколько выводимая нагрузка меньше той, которую способна доставить ракета. Придётся доплачивать, если вы не заняли всю массу полностью. Если всё это пересчитать, то от теоретических пар десятков тысяч долларов за запуск мы переходим на сотню-полторы тысячи долларов. Удовольствие не из дешёвых. Поэтому не забудьте найти инвесторов, которые смогут получить выгоду от вашего аппарата, либо заручитесь поддержкой государства. Спрашивает Дмитро Ковальчук. В новостях о геологии Марса часто ссылаются на исследования марсианских метеоритов, которые упали на Землю. А каким образом мы узнаём, что метеорит прилетел именно с Марса? Спасибо! Марсианский метеорит представляет собой камень, который сформировался на Марсе, но был выброшен с планеты в результате удара другого космического тела, преодолел межпланетное пространство и попал на Землю как метеорит. То есть марсианскими считаются только метеориты, обнаруженные на Земле. Метеориты, обнаруженные на Марсе, марсианскими не считаются. Чтобы метеориты достигли Земли, астероид, столкнувшийся с Марсом, должен иметь диаметр несколько километров. От столкновения на Марсе образуется кратер — десятки километров в диаметре. Марсианское происхождение метеоритов устанавливается с помощью сравнения элементного и изотопного состава метеорита с составом горных пород и атмосферных газов на Марсе, которые были измерены с помощью орбитальных космических аппаратов, наземных телескопов, посадочных платформ и марсоходов. Время, затраченное на перелёт от Марса к Земле, оценивается путём измерения воздействия космического излучения на изотопный состав благородных газов, содержащихся в метеорите в микроскопических количествах. К настоящему времени идентифицированы как марсианские менее 300 метеоритов из числа всех найденных на Земле, т.е. марсианское происхождение имеет лишь один из 200 крупных метеоритов, достигающих поверхности нашей планеты. Спрашивает iNomanSky. Доброго дня! Для того, чтобы получить качественное изображение экзопланеты, телескоп с каким диаметром зеркало потребуется. Отличный набор условий. Давайте к нему ещё добавим, что интересующая нас землеподобная экзопланета находится на расстоянии 100 световых лет. Её изображение 1000 на 1000 пикселей будет похоже на фото Земли, сделанной во время миссии Аполлон-8 с орбиты Луны. Было бы неплохо, не правда ли? Для этого потребуется телескоп с диаметром зеркала 90 километров. Отличная задача для роботизированного строительства где-нибудь в главном поясе астероидов, но сейчас мы такое не потянем, понятное дело. Два 30-метровых телескопа, работающие как интерферометр и разведенные на расстояние две астрономические единицы, вот это уже то, что мы вполне сейчас можем построить. На всякий случай напомню, что одна астрономическая единица – это расстояние от Солнца до Земли. Вернёмся к телескопу из двух зеркал. Так как большая часть света у такого интерферометра будет проходить мимо зеркал, то свет нужно накапливать определённое время, плюс сигнал будет сильно зашумлён светом, отражённым от пыли, вращающейся вокруг той же звезды, вокруг которой вращается экзопланета. Из-за этого придётся увеличить время накопления сигнала. Получается, придётся ждать полтора миллиона лет. Да, за такое время мы можем научиться строить межзвёздные корабли и, наверное, долететь до всех звёзд в пределах ста световых лет. Поэтому единственный реалистичный способ увидеть поверхность экзопланета в ближайшую пару-тройку десятилетий – это проект телескопа, использующего наше Солнце как гравитационную линзу. Да, теория относительности подарила нам отличную возможность, так как гравитация нашей звезды искривляет пространство-время так, что позволяет увеличивать оптический сигнал в 10 в девятой степени раз. Конечно, такому телескопу понадобится щит, закрывающий свет нашего Солнца, и коронограф, исключающий свет родительской звезды экзопланеты. Её изображение, полученное таким телескопом, будет растянуто в кольцо Эйнштейна. Половина кольца даст один пиксель на финальном изображении, а другая половина изображения остальной экзопланеты. Поэтому нужно будет накопить миллион изображений, снятых вдоль фокальной полупрямой. К тому же нужно больше изображений, чтобы исключить зашумление сигнала короной Солнца. Всё вместе займёт около 8 месяцев. Фокальная полупрямая для съёмки экзопланеты через гравитационную линзу Солнца начинается от 547 астрономических единиц и заканчивается на отметке 1500 астрономических единиц. К примеру, зонд Новые Горизонты пролетел 33 астрономические единицы до Плутона за 9,5 лет. Вояджер-1 улетел на 155 астрономических единиц за 44 года, а Вояджер-2 на 128 астрономических единиц. Чтобы добраться до 547 астрономических единиц побыстрее, придётся отказаться от химических двигателей для разгона в космосе и раскрыть Солнечный парус. Причём ещё и подлететь поближе к Солнцу, чтобы давление света разогнало аппарат примерно до 150 км в секунду, тогда можно ожидать получения изображения через 25 лет. Предполагается, что сам телескоп будет в формате Кубсата, поэтому в сравнении с Хабблом или Джеймсом Вебом стоимость приятно удивит небольшой величиной. Ещё телескоп не будет тормозить после попадания в нужную область пространства и не сможет перелететь на другую прямую соединяющую Солнце с экзопланетой у иной звезды. Поэтому каждый телескоп использующий Солнце как гравитационную линзу будет одноразовым. Сейчас проект Solar Gravitational Lens Mission прошёл третью фазу программы – инновационные передовые концепции NASA. Лаборатория реактивного движения получила 2 миллиона долларов на разработку метода получения прямого многопиксельного изображения и спектроскопии экзопланеты с помощью солнечной гравитационной линзы. К слову, при обработке данных будет учтено вращение экзопланеты вокруг своей оси. Больше подробностей на русском можете узнать в выпуске подкаста «Теория большой бороды» нашего друга Антона Познякова. Ссылку ищите в описании. Тонатоз Зе спрашивает. Как выглядят основные сотрудники редакции Альфа Центавра? Хочется узнавать вас при встрече. Как же я люблю Альфа Центавра. Вот они слева направо. Намджун, Чангук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги. Люблю вас. А если серьёзно, большая часть сотрудников нашей редакции предпочитает особо лицом не светить. Давайте уважать их право на приватность. Спрашивает Алекс Шепард. Недавно посмотрел фильм «Морской бой». Интересно, а может ли человечество приготовиться к такому событию? Или мы все умрём? Фильм «Морской бой» на английском Battleship режиссёра Питера Берга – это фантастический фильм о попытке вторжения инопланетян, примерно равного нам уровня технического развития. В результате сражения побеждает одна из цивилизаций. В фильмах подобного жанра межпланетный дарвинизм становится постоянной составляющей космических отношений между цивилизациями, когда вся мотивация инопланетян фактически сводится к угнетению человечества. Таким образом, гипертрофировано проецируя человеческую агрессию и страхи. С технической точки зрения доставка на Землю армии пришельцев и их оружия крайне затруднительна. Для того, чтобы осуществить высадку и захват планеты, необходимо погасить скорость межзвёздного корабля, для чего потребуется потратить столько же рабочего тела, сколько было выброшено на его разгон. Поскольку взять его ниоткуда, кроме как доставить с собой стартовая масса военного корабля, пришельцев возрастает до величин технически нереализуемых в рамках наблюдаемых законов физики. Опасения за судьбу человечества не выдерживают критики. Но достаточно предположить, что у инопланетян гораздо более совершенные технологии, и сюжет фильма может стать реальностью. Правда, тогда зачем им мы? Спрашивает Иван Сафронов. Читал, что если наша планета попадет в джет недалекой сверхновой, то жизнь перестанет существовать. А на каком расстоянии от сверхновой попадание в ее джет становится безопасным? А если он прилетит в наш южный полюс, то в северном жизнь сможет выжить? А насколько долго его мощность будет опасна? Массивная звезда в конце своей жизни взрывается, оставляя в центре либо нейтронную звезду, либо черную дыру. Самую большую скорость получает вещество, выбрасываемое по оси вращения погибающей звезды. Это и есть самые опасные джеты. Если Земля попадет в такой джет, бьющий со расстояния где-то в 50 световых лет, то он сдует озоновый слой и дальше ультрафиолетовое излучение Солнца убьет значительную часть живых организмов на поверхности планеты. Судя по всему, 359 миллионов лет назад в Дивонском периоде на расстоянии около 65 световых лет от Земли взорвалась сверхновая, что привело к массовому вымиранию. Найденные споры растений тех времен были поражены ультрафиолетом. Безопасным расстоянием для взрыва сверхновой считают 100 световых лет. Все современные кандидаты в сверхновый находятся дальше. Самая ближайшая звезда – это ИК Пегаса-Б, одна из двойной системы ИК Пегаса. Она находится на расстоянии 154 световых лет, а знаменитая Бетельгезия на расстоянии 548 световых лет. Алексей Перминов спрашивает, сколько будет весить Старшип с максимально возможной защитой от ионизирующего излучения, например, слой свинца и профина или клетка Фарадея. Здравствуйте! Перечисленные вами способы защиты от радиации не являются выгодными в плане массы. Плотность свинца превышает плотность стали, из которой сделан сам корабль в полтора раза. Парафин тоже довольно тяжёлый. Клетка Фарадея не способна защитить от ионизирующего излучения, она рассчитана на электромагнитное излучение с гораздо более высокой длиной волны. Чтобы клетка Фарадея могла защитить нас от гамма-радиации, нам необходимо сделать размеры её сетки меньшими, чем длина волны этого излучения, то есть меньшими чем 2 на 10 в минус десятой степени. На масштабе Старшипа это всё равно, что отлить ещё одну дополнительную стенку корабля. Поэтому перечисленные методы защиты от радиации не являются эффективными, и считать их влияние на общую массу лично я смысла не вижу. А в эффективных методах мы уже неоднократно говорили. Плотный слой воды, которая в любом случае будет необходима в миссии, защитные жилеты для защиты жизненно важных органов и возможность кратковременно спрятаться в центре корабля в свинцовом укрытии, обложившись дополнительно припасами и инструментами. Спрашивает Иван Иванов. Добрый день. Телескопы нового поколения стоят астрономических денег. Вопрос. Почему бы не строить сразу, например, два Джеймса Уэбба? Ведь на первый взгляд кажется, что затраты в таком случае не будут удваиваться. Какая-никакая, но серия. Риски при выведении уменьшатся, а количество научных данных точно удвоится. Спасибо. Основная причина, по которой НАСА не освоило серийный выпуск космических телескопов, это, конечно же, бюджетные ограничения. При серийном производстве затраты на изготовление запуск хоть и не увеличивается кратно, но существенно возрастают. Имеющиеся ресурсы направляют в первую очередь на разработку современной техники нового поколения. Для оценки результатов миссии важно не только количество полученной научной информации, но и ее качество. Техника нового поколения имеет более совершенные инструменты с улучшенными характеристиками, а сложные технические решения сначала должны пройти проверку временем. Очень важно, чтобы при проектировании техники нового поколения учитывался опыт разработки аппаратов предыдущих поколений. Для управления телескопом приема и обработки данных требуется команда специалистов. Специальное исследование, посвященное изучению и влиянию телескопов различных типов на развитие астрономии, установило, что хотя работы, выполненные при помощи орбитального телескопа Хаббл, имеют суммарный индекс цитирования в 15 раз больше, чем у наземного рефлектора с 4-метровым зеркалом, стоимость содержания космического телескопа выше более чем в 100 раз. Так что считайте космические обсерватории штучным продуктом. Сергей спрашивает, каковы перспективы и нынешнее состояние отрасли по созданию метаматериалов для космонавтики. Есть ли хотя бы теоретические научные работы по созданию метаматериалов, которые смогут защитить от воздействия высокоэнергетических частиц и других видов радиации и позволят людям добраться до Ганимеда, Европы и Титана при развитии других направлений? Краткая справка для наших зрителей. Метаматериалы – это искусственные материалы с особой структурой. Если грубо упростить, обсуждавшаяся сегодня очень мелкая сетка Фарадея могла бы быть как раз таким метаматериалом. Правильно рассчитанная структура такого материала позволит, например, создавать электромагнитную изоляцию. Либо особым образом преломлять или отражать свет. Или блокировать звук. В открытых источниках нам не удалось найти упоминаний метаматериалов для защиты от высокоэнергетических частиц. В описании я оставлю ссылку на статью на сервисе ResearchGate. Там можно попробовать запросить у авторов доступ. Но вообще учёные чаще говорят об идеальных линзах и термозащите. Второй ближе к теме вашего вопроса, но всё же не то. Кстати, активное обсуждение метаматериалов происходило ещё в начале-середине нулевых. Однако, как видим, особого практического применения они пока не нашли. Поэтому никаких особых планов на такие материалы сейчас в космической отрасли нет. Спрашивает Петро Куницкий. Приветствую. У меня вопрос о телескопе Хаббл. Есть ли возможность возобновить миссии для его ремонта и обслуживания при помощи частных космических компаний? И есть ли в этом смысл, учитывая его возраст и состояние? Миссии по обслуживанию орбитального телескопа Хаббл являются весьма затратными. При рассмотрении этого вопроса в НАСА исходят из того, что в 2012 году Национальное управление военно-космической разведки США подарило две основы для телескопов, которые изначально намеревались использовать для слежения за поверхностью Земли с орбиты, но затем планы разведки поменялись и уже созданные инструменты признали устаревшими и невостребованными. По размеру главного зеркала они соответствуют телескопу Хаббл 2,4 метра, но обладают примерно в 100 раз большим полем зрения. Одну из подаренных основ было решено использовать после соответствующего обновления в качестве базы для телескопа Нэнси Грейс Роман, который планируют запустить на Галло-орбиту в 2027 году. Естественный вход в атмосферу телескопа Хаббл ожидается после 2028 года. При наличии средств НАСА может рассмотреть вопрос привлечения частных космических компаний для его ремонта и обслуживания. Технических ограничений для этого нет, но пока что такие миссии не планируются и даже всерьёз не обсуждаются. Вопросы про теорию большого взрыва регулярно появляются в космосправочные. Значит, нам нужно с таким же постоянством на них отвечать. Наверное, каждый раз стоит рассматривать тему с иной стороны. Итак, во многом благодаря открытию реликтового излучения стало понятно, что Вселенная в прошлом была намного более плотной. Наблюдаемая, внимание, именно наблюдаемая сейчас нами Вселенная в возрасте 10 в минус 35 степени секунды была размером 17 сантиметров. Если бы тогда вокруг этого шара было бы только пустое пространство, то барионная материя начала бы разлетаться в разные стороны, и в наше время мы бы обнаружили неравномерность реликтового излучения и определили бы центр Вселенной. Но дело в том, что реликтовое излучение равномерно в любом направлении. Так стало понятно, что у Вселенной нет центра. А барионное вещество особо никуда не перемещалось в масштабах наблюдаемой Вселенной, расширялось пространство и делало это в каждой своей точке. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать, что находится за границей наблюдаемой Вселенной, так как ни свет, ни что-либо еще оттуда до нас не долетело. Мы только предполагаем, что там все примерно так же, как и здесь. И по этой же причине не можем говорить, что это определенные о конечности Вселенной. Почему SpaceX начали разработку и испытания Starship со второй ступени? Ведь запустить первую ступень с 29 двигателями сложнее, чем вторую ступень с тремя. По логике нужно начинать с более сложного. SpaceX начали разработку и испытания со второй ступени Starship, потому что вторая ступень имеет меньший размер. Для ее испытания требуется гораздо меньше двигателей Raptor, меньше расход горючего и кислителя, проще конструкция суборбитального стартового стола, не требуется башня обслуживания с опорной конструкцией Mechazilla, проще бюрократические процедуры. Для орбитальных запусков Super Heavy требуется проведение экологической оценки космодрома SpaceX в Бока-Чика Федеральным управлением гражданской авиации США, а также оценка влияния запусков Super Heavy на благополучие редких и исчезающих видов животных или растений службой охраны рыбных ресурсов и диких животных. Помимо этого, крайне важно было провести испытания аэродинамических поверхностей и нового способа реактивной посадки после манёвра переворота, называемого Belly Flop. Успех этих тестов показал, что такая посадка возможна и позволил серьёзно заняться уже первой ступенью. Фанфары не трубят о лунном телескопе потому, что проект сверхдлинноволнового радиотелескопа на обратной стороне Луны находится в начальном состоянии. Такой телескоп сможет наблюдать Вселенную на длинных волн от 10 до 50 метров, которые отражаются ионосферой Земли и до сих пор в значительной степени не исследованы людьми. Телескоп планируют построить без высадки людей на Луну. Робот в кратере диаметром от 3 до 5 километров натянет проволочную щетку диаметром 1 километр. Столь большой радиотелескоп позволит наблюдать излучение водорода в ранней Вселенной во времена тёмных веков, когда ещё не было первых звёзд. Было бы очень интересно отслеживать процессы, которые привели к образованию первых звёзд и, возможно, даже получится найти ключ к разгадке природы тёмной материи. В 2021 году проект прошёл вторую фазу программы «Инновационные передовые концепции НАСА». Любопытно, как проект будет развиваться дальше. А у меня вопрос к вопросу. Почему, когда рассматривают вопрос о создании искусственной гравитации, то решением обязательно выбирают ТОР? Ведь для начала достаточно вращать один жилой модуль на длинной ферме с противовесом на другом конце. Конечно, желательно иметь отсеки в центре масс, желательно отвязанные переходным подшипниковым узлом от вращающихся жилых модулей и противовесов. В противовесе может быть расположен ядерный реактор. Но везде только ТОР. А ведь на данном этапе строительство ТОРа нереально и не нужно. То есть идею загоняют в нереализуемый диапазон решений и тем самым убивают. Преимущество вращающегося ТОРа состоит в том, что вес тела, находящегося в нём, может изменяться произвольно, в зависимости от направления движения. При движении в направлении вращения вес тела увеличивается, при движении в противоположном направлении уменьшается, вплоть до невесомости. По внутренней поверхности ТОРа можно двигаться бесконечно, с неизменным весом. К любой точке внутренней поверхности ТОРа можно добраться, не пересекая его центр масс. В то же время один жилой модуль на длинной ферме с противовесом на противоположном конце изготовить проще и дешевле. Увеличением длины фермы можно ослабить влияние силы Кориолиса. Но полезная площадь такого модуля будет небольшой, что потребует сознания многоярусных конструкций. Хотя для первых межпланетных кораблей с немногочисленным экипажем такой вариант выглядит предпочтительней. Доброго дня! Расскажите, делается ли что-нибудь в области солнечных парусов? И еще расскажите что-то про освещение Земли с помощью орбитальных зеркал. Помню, что проводился такой эксперимент, а сейчас про это ничего не слышно. Ну вот в недавнем, на момент выхода этого выпуска дайджесте, мы рассказывали про запуск спутника с солнечным парусом от НАСА, которым займется компания Rocket Lab. Его площадь 80 квадратных метров, а уже следующая версия будет гораздо больше. Можно сказать, что пока это совсем еще проба пера. Я бы предложил вернуться к вопросу уже после того, как появятся результаты работы первого аппарата. Орбитальные зеркала предлагались в качестве меры борьбы с климатическими изменениями. По задумке авторов этой безумной идеи, они должны были отражать солнечный свет и не позволять планете нагреваться. Уже потом появились предположения где-то свет блокировать и отражать, а где-то наоборот его сконцентрировать, чтобы помочь, например, фермерам. Единственным дожившим хоть до какой-то реализации был российский спутник Знамя-2. Что интересно, этот проект переделали из предыдущей версии, в которой планировалось запустить не зеркало, а как раз солнечный парус. В итоге солнечное зеркало шириной 20 метров таки было развернуто на орбите и создало на Земле светлое пятно площадью 75 квадратных километров. Оно двигалось по поверхности планеты со скоростью 8 километров в секунду и для наблюдателей соответствовало яркости полной Луны днем, но, как вы поняли, очень быстро исчезало из прямой области зрения. Эксперимент продлился несколько часов, после чего несущий зеркало корабль «Прогресс» сгорел в атмосфере. У Российской Федерации были планы на продолжение испытаний, но неудача во время запуска эксперимента Знамя-2.5 при развороте зеркала зацепилась за антенну «Прогресса» привела к закрытию программы. С тех пор никто солнечными зеркалами и не интересовался. Низкая околоземная орбита слишком быстрая для концентрации лучей, а солнечно-синхронная слишком высокая. Как считаете, если бы был тандем SpaceX и Boston Dynamics, то высадку на Марс могли бы осуществить роботами последней? Они настолько продвинутые, что кажется, что человек и не нужен первое время на Марсе. Идея вполне здравая, но роботы такого типа потребляют довольно много энергии, в сравнении с работающими на поверхности Марса весьма неторопливыми Curiosity и Perseverance. Так что нужно позаботиться о соответствующем источнике электричества, к которому могли бы подключаться роботы для подзарядки. Возможно, подобные мысли посетили Илона Маска и кого-то из его компаний, ведь в конце августа Тесла анонсировала антропоморфного робота. Сложно сказать, что получится в итоге, будем следить за развитием событий. У нас на эту тему даже ролик на канале был. Пожалуй, я встрою то видео в это видео, чтобы вы могли смотреть наши видео, пока смотрите наши видео. Поехали. Над Южной Америкой в магнитном поле Земли появилось слабое место. Эта уникальная область под названием Южно-Атлантическая аномалия увеличивается уже более десятилетия. Учёные считают, что она начала разбиваться на две отдельные зоны. И пока потенциальная угроза жизни на Земле из-за аномалии невелика, исследователи получили возможность изучить сложные механизмы земного магнетизма. На глубине почти трёх тысяч километров под поверхностью Земли и во внешнем ядре планеты происходят динамические процессы. Они генерируют электрические токи, ответственные за большую часть магнитного поля Земли. Но в отличие от обычного магнита с северным и южным полюсом, земной магнетизм не так аккуратен и прост. Если заглянуть под аномалию, на границу между мантией и ядром, мы увидим, что магнитные перепады там гораздо более сильны. На экране вы видите прямую связь между аномалиями в земной атмосфере и её причинами глубоко внутри Земли. А также модель дальнейших изменений в ближайшем будущем. Почему это важно? Потому что магнитное поле Земли играет большую роль в формировании околоземного пространства. Помимо простых компасов и навигации для птиц, магнитное поле играет роль щита, отклоняющего заряженные частицы, которыми нас бомбардирует Солнце. Попадая не на Землю, было бы очень плохо. Многие из частиц, попадающих вовнутрь защитной магнитной оболочки, оказываются в ловушке огромных колец энергетических частиц под названием пояса ваналина. Их формирует и удерживает именно магнитное поле. Внутренняя граница внутреннего пояса находится на высоте около 650 километров над экватором, излучение остаётся на безопасном расстоянии от планеты и ближайших спутников. Но из-за несовпадения магнитной оси и оси вращения Земли, а также из-за слабого поля над Южноатлантической аномалией, некоторые из заряженных частиц внутри поясов проникают ближе к поверхности планеты. А из-за этого НАСА и другим космическим агентствам приходится быть готовыми к большему излучению, воздействующему на низкоорбитальные спутники, которые проходят сквозь аномалию. Сейчас для наблюдения за эволюцией бразильской аномалии исследователи НАСА используют комбинированные данные от спутников и теоретических моделей. Возможность знать её будущее позволит уберечь от радиации аппараты и людей в космосе. На орбите Земли температура в тени может опуститься до минус 129 градусов по Цельсию, в то время как под Солнцем она доходит до плюс 121, но при этом на Земле мы используем вакуум как хороший теплоизолятор. Если всё это так, то в космосе всё вплоть до МКС жутко перегревалось бы, но почему-то на орбите Земли мы имеем в тени минус 121 градус. Почему? Внешняя поверхность космического корабля, в том числе и поверхность, находящаяся в тени, излучает тепловую энергию посредством электромагнитных волн в космическое пространство. Это излучение поглощается холодными планетами и их спутниками, астероидами, кометами, космической пылью и другими объектами. Причём передача тепла всегда происходит от более горячего тела к менее горячему, что является следствием второго закона термодинамики. Таким образом, тепловое излучение с внешней поверхности корабля увеличивает энтропию Вселенной. Вместе с тем, внутренняя поверхность космического аппарата изотермична, потому что обшита экранно-вакуумной теплоизоляцией. Определяющими тепловыми воздействиями в ходе орбитального полёта являются солнечное излучение и тепловыделение от работающей на борту аппаратуры. Тепловыделение бортовой аппаратуры МКС достигает 70 киловатт. Оптимальный тепловой режим на станции поддерживается системой обеспечения теплового режима, которая состоит из средств пассивного и средств активного регулирования тепловых процессов. Пассивная теплозащита обеспечивается терморегулирующими покрытиями, тепловой изоляцией, термостатами и термосопротивлениями. Активную теплозащиту обеспечивают вентиляционные устройства, жидкостной контур с теплообменными устройствами и средствами регулирования тепловых потоков, а также активные средства регулирования лучистого теплообмена. радиаторы современной МКС работают на аммиаке. Аммиак хорошо работает в холодильном цикле, охлаждая МКС, нагревающуюся на солнце и за счёт своих внутренних процессов. Внутренний контур МКС используют для охлаждения обычную воду, которая охлаждается испарением аммиака из внешнего контура. Площадь радиаторов на Международной космической станции сравнима с площадью солнечных батарей. Бортовые системы МКС на дневной стороне непрерывно подворачивают панели солнечных батарей и радиаторов, ориентируя первые на максимальный приём солнечного света, а вторые на минимальный. На теневой стороне станция ориентирует панели батарей и радиаторов к плоскости орбиты, подобно крыльям летящего самолёта. Здесь первостепенной задачей на 45 тёмных минут становится минимизация сопротивления остатков атмосферы, которые на высоте более 400 километров всё же есть и тормозящий эффект которых немного сказывается, что приводит к снижению высоты орбиты. Что касается испарения топлива в баках космического корабля Starship, криогенными компонентами его топлива являются охлаждённые до низких температур сжиженные газы, горючая жидкий метан и окислитель жидкий кислород. Сжиженные газы после заправки ими ракеты начинают испаряться и до самого запуска их непрерывно пополняют через специальную систему подпитки. Избыток газа, образующийся при испарении компонентов, отводится таким образом, чтобы окислитель не смешивался с горючим. У нас на канале есть отдельное видео об удивительных эффектах ракет, там чуть подробнее рассказано об этом эффекте. Советую его посмотреть, ссылка будет в описании. Я слышал, что при слиянии двух чёрных дыр выделяется огромная энергия в виде гравитационной волны. А что бы почувствовал человек, если бы находился от места слияния на расстоянии одной астрономической единицы, одного парсека и далее? Если это будут две нейтронные звезды, воздействие электромагнитного излучения будет ощутимее, чем гравитационная волна. Ну, давайте посчитаем. Слияние двух чёрных дыр, которое впервые позволило нам засечь гравитационные волны, произошло на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от нас. Обсерватория LIGO тогда засекла изменение расстояния между её зеркалами меньше, чем на диаметр протона на одну часть на каждые 10 в 21 степени. В энергетическом плане пространство искажается обратно пропорционально квадрату расстояния. На расстоянии в одну астрономическую единицу от такого гравитационного события вы почувствуете изменение примерно на одну часть на два миллиарда. То есть, можете поделить свой рост на два миллиарда и посчитать, насколько, например, он изменится вместе с пространством. На дистанции одного парсека влияние будет ещё меньше. У нас нет экспериментальных данных о том, как человек ощущает искривление пространства, однако полагаю, что это слишком слабое ощущение. Так что да, конечно, электромагнитное излучение будет во много-много раз более ощутимым и смертельным. Планирует ли НАСА, ИСА или ещё кто-то исследование ледяных шапок Марса при помощи спускаемой автоматической станции вроде Perseverance или Curiosity? Миссии по запуску марсоходов, зондов или метеостанций на полярные шапки Марса пока не планируется. Хотел бы ответить более развернуто, но это правда всё. Физика в нашем теперешнем понимании не даёт нам никаких шансов на межзвёздные перелёты и лишь мизерные шансы на межпланетные перелёты с людьми. Единственная доступная планета – Марс. Да и там должна пройти не одна сотня лет, прежде чем можно будет наладить сносную жизнь вне подземных пещер. Так на что же мы рассчитываем, глядя на усилия Маска и других энтузиастов? Ведь не на «Авось» повезёт как-нибудь, правда? Нет, серьёзно. Мы ведь с замиранием сердца смотрим на полёты, радуемся как дети, когда получается что-то на Бока-Чика. А дальше-то что? Даже колонизация одного только Марса делает человечество межпланетным видом, более устойчивым к различным катастрофам. Колонизация Марса прокладывает путь к разработке ресурсов пояса астероидов и к дальнейшему освоению Солнечной системы, в первую очередь одного или двух галилеевых спутников Юпитера. Освоение человечеством ресурсов Солнечной системы займёт продолжительное время – сотни тысячи лет. Возможно, к тому времени наука сможет предложить безопасный способ межзвёздных полётов. Хотя уже сегодня понятно, что в нашей галактике существует множество блуждающих планет, не связанных гравитацией звёзд, условия в недрах которых, возможно, благоприятны для поддержания жизни за счёт тепла от радиоактивного распада. Такие планеты в будущем могут стать для человечества своеобразными межзвёздными ковчегами для перемещения по галактике. А изучение возможностей их колонизации может стать следующей целью после освоения Солнечной системы. Одним из ограничений является небольшая продолжительность жизни человека. Физика не запрещает исключение старения из жизненного цикла человека. Известны биологические виды, которые не стареют. Точнее говорят, что они обладают пренебрежительным старением. Развитие космонавтики повышают востребованность технологий для достижения такого вот пренебрежительного старения у нашего биологического вида. Помимо развернутых ответов, мы отобрали ещё несколько вопросов, на которые можно ответить коротко. Вот они. Расскажите об ионных двигателях подробно и красиво. В прошлом году Игорь Егоров выпускал на нашем сайте прекрасный материал про ионные двигатели. Я оставлю на него ссылку в описании. А сами мы, может быть, созреем до выпуска серии роликов про разные типы двигателей, но не в этом году. Какое максимальное число людей может осчастливить Starlink? При условии, что все желающие могли бы платить за минимальный тариф. Если учитывать пропускную способность одного спутника в районе 80 гигабит в секунду, то скоростью в 100 мегабит спутник способен обеспечивать одновременно около 8 тысяч человек. Если грубо умножить их на 42 тысячи запланированных спутников, получаем 336 миллионов одновременно нагружающих каналы на 100 мегабит в секунду абонентов. Это если предположить, что абоненты распределены равномерно. На деле же, как ни странно, в наименее заселённых областях планеты скорость будет наивысшей. Спутники первой версии обладали пропускной способностью в 4 раза меньше, но SpaceX надеется поднять этот показатель вообще до 100 гигабит и выше. Сколько по современным изысканиям проживёт Солнце? Солнце находится на середине своего жизненного цикла и способно прожить ещё около 5 миллиардов лет. Спрашивает Авраам Александр. Очень тревожная ситуация с термоизоляционными плитками для Старшипа. Создаётся впечатление, что они отлетают от малейшего чиха. Один шаттл и 7 человеческих жизней были потеряны в прошлом из-за проблем с повреждением термозащитного экрана. А ведь Маск собирается повторно запускать корабли через 3 часа после приземления. То есть система должна быть абсолютно надёжной. Очень интересно, как SpaceX крепит эти самые плитки и есть ли варианты усовершенства ненадёжности термозащиты. Спокойствие только спокойствие. То, что мы сейчас видим, это итеративная разработка космического корабля. Суть подхода в том, чтобы не продумывать всё слишком долго, а пробовать самые простые способы реализации и на практике понимать, что же не подходит и таким образом узнавать причину улучшений и даже усложнений конструкции. Сейчас для крепления плиток робот приваривает металлический штырь с защёлкой, затем всю поверхность прокладывают теплоизолирующим материалом белого цвета, вероятно это Nomex, прокалывая его в местах крепления штырей. Потом сверху на каждый штырь крепятся по плитке. На самом верху обтекателя, где поверхность сложной формы, плитки наклеивают. Итак, плитки трескаются, когда сталкиваются друг с другом из-за вибрации от работы двигателей или температурного расширения. SpaceX на практике подбирают оптимальное расстояние между плитками. Часть плиток отломилась, когда прототип SN20 поднимали краном закрепление на обтекателе из-за деформации последнего. Будущие прототипы будут поднимать за верхние плавники, возможно даже в этом случае придется улучшить силовую конструкцию обтекателя. В одном из последних кривоиспытаний несколько плиток отлетели во время стравливания кислорода из малого бака, который находится в носу корабля. Достаточно немного изменить форму отверстий для стравливания, чтобы такое больше не повторялось. Илон Маск недавно рассказал, что потеря плиток во время огневых испытаний вполне ожидаемо и вряд ли это будет проблемой для орбитальных полетов. Подытоживая, стоит сказать, что не видно каких-то нерешаемых проблем у старших. Принципиальная архитектура корабля учитывает все сложности, которые были выявлены в процессе эксплуатации шаттлов. Будем ждать орбитальных полетов и рассказывать о них в ежеденедельных выпусках нашего дайджеста. Ну вот и подошел к концу очередной выпуск Космосправочный. Ролики этой рубрики выходят на канале каждую последнюю среду месяца. Но вы не забывайте заглядывать на Альфа Центавра каждую среду. В этот день мы публикуем как дополнительные выпуски дайджестов, так и интересные видео по собственным сценариям. Напоминаю, что мы не можем прочитать все ваши вопросы в комментариях, но можем заметить те, у которых стоит хэштег вопрос. И что приоритет в вопросах всегда у наших спонсоров и патронов. Для них мы создаем отдельные посты на Ютубе и Патреоне соответственно, где им можно спросить что угодно на околокосмическую тему. Стать спонсором или патроном очень просто, для этого нужно донатить в Альфа Центавра от одного доллара в месяц. Ссылки на все сервисы, где нас можно поддержать, я оставлю в описании. Кстати, спонсоры получают ранний доступ почти ко всем нашим видео, часто на сутки раньше остальных зрителей. Будем очень рады вашей поддержке. На этом у меня всё. Советую просмотреть предыдущие выпуски Космосправочной в плейлисте, если вы их пропустили. Ну и не забывайте главного! Мы не можем приблизить звёзды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звёздам!